Дорогие друзья, я очень не люблю наставлений. А любите ли вы их, а любите ли их вы? Так как у вас включены камеры, вы можете помотать головой, показать люблю, не люблю. Вот я очень не люблю, а кто-то говорит, ну, может быть, немного. Сегодня я предлагаю вам немножко порефлексировать на тему наставлений и вспомнить наставников своей жизни. Подумайте, кто был первым наставником в вашей жизни буквально полсекундочки, а я вам расскажу о том, что когда я готовилась к этой речи, я осознала, что первыми наставниками в моей жизни были никто иные, как мои родители. И, наверное, именно оттуда пошла моя нелюбовь к наставлениям, потому что, как это ни удивительно, в русском языке, когда мы с вами говорим про наставления, у нас это слово несет какой-то немножечко негативный смысл, негативную коннотацию. На самом деле все очень просто. Когда мы с вами были маленькими, потом, когда мы с вами вошли в юношество, с нашим юношеским максимализмом, нам просто не нравилось, когда нам говорили, что и как делать. И так как наши родители самые близкие наши люди, все советы, наставления с их стороны очень часто воспринимались с нами негативно. Но так как мы теперь взрослые люди, немного по-другому мы понимаем и те вещи, что такое наставление и кто такой наставник. Поэтому мне бы хотелось поделиться с вами плюсами наставничества и почему не стоит бояться наставлений. Во-первых, настоящий наставник, будь то ваш родитель или кто-то со стороны, это тот человек, который вас воодушевляет. Он вас воодушевляет тем, что он вас выслушивает, он вас воодушевляет тем, что он рассказывает какие-то истории из своей жизни и воодушевляет вас, можно сказать, на большие подвиги. В моей жизни было два таких наставника, на самом деле и есть до сих пор, их намного больше, но именно два, о которых я хочу сегодня упомянуть. Первую даму зовут Светлана. Она была в моей жизни на протяжении шести лет, когда я жила в США. Это тот человек, который воодушевлял меня на новые свершения, который помогал мне не бояться покорять вершины, начинать что-то новое, менять что-то в моей жизни и очень так с открытым взглядом смотреть в будущее. В моей профессиональной жизни сейчас есть мой руководитель по имени Зарина. Это тот человек, который воодушевляет меня на рабочие подвиги. Тот, который никогда меня не обидит, если я сделаю ошибку, всегда поддержит, если вдруг я что-то сделаю правильно и для которого мне хочется показать какие-то невероятные результаты. Потому что одно слово «молодец, ты умница» наверное, стоит больше, чем любая премия, которую нам могут дать на работе. Вторая вещь, почему нам необходимо помнить о том, что наставничество – это здорово. Хороший наставник, он открыто говорит не только о своих достижениях, но и о своих поражениях. И здесь я вам расскажу, наверное, негативный пример своей жизни, когда у меня был руководитель, который стал моим наставником. Но когда я общалась с этим руководителем, у меня возникало ощущение, что я общаюсь с каким-то божеством. Человек никогда не совершал ошибок, человек всегда всё делал правильно, никогда не опаздывал, всё отправлял вовремя. И рядом с этим человеком создавалось впечатление, что ты букашка, который ничего не умеет, у которого всё плохо, и ты действительно боялся совершить ошибку. Сейчас, уже находясь, опять же, в окружении других людей, я осознаю, что ошибки – это здорово, именно на них мы учимся. И, конечно же, мы больше учимся на своих ошибках. Но чем старше мы становимся, тем ярче мы понимаем, что лучше учёба, конечно же, и на ошибках других. Главное, чтобы они делили, чтобы эти другие делили своими ошибками. Поэтому хороший наставник не боится делиться ошибками и поражениями в своей жизни. Следующая вещь, которая очень важна от хорошего наставника, и которая может показаться наставлением, но это честная, конструктивная обратная связь. И в данном случае я хочу рассказать как раз-таки об опыте нахождения в системе Toastmasters. Каждый из вас, когда сюда приходит, выступает, будь то в качестве рецензента, будь то в качестве выступающего, или, когда мы берём какие-то маленькие роли, в конце получает обратную связь. И эта обратная связь всегда конструктивная, честная, объективная, и, главное, мотивирует нас на новые свершения. Опять же, если мы вернёмся к вам с вами обратно в русский язык, можно подумать о том, что это всё наставление с этой негативной коннотацией. В английском языке менторство, mentee, это несёт немножечко другую коннотацию. Но хочу напомнить вам, что наставничество – это невероятно важно. Поэтому призываю вас вспомнить ваших наставников, самых первых, и тех, которые сейчас есть в вашей жизни, поблагодарить их за то, что они вас всегда воодушевляли, за то, что они открыто рассказывали вам не только о своих победах, но и о поражениях, и за то, что они всегда готовы были вам дать честную, конструктивную обратную связь. Спасибо.